И эту тему более подробно обсудим с Виталием Матвенко. Это спикер проекта «Хочу жить». Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Давайте начнем с цифр. Можете ли вы в информационном пространстве озвучить количество заявок на сдачу в плен, либо просто количество телефонных звонков, дабы просто разузнать информацию от россиян с территории Российской Федерации? Что касается количества обращений, да, мы можем озвучить цифру. И она с момента старта проекта «Хочу жить» на данный момент составляет более чем 4300 обращений. Эти обращения связаны со сдачей в плен, либо по другим вопросам? Ну, в основном это военнослужащие Российской Федерации, либо частично мобилизованные, интересуются о том, как сдаться в плен, либо уже те, которые прям приняли решение сдаться в плен. И мы с ними общаемся и проводим все необходимые работы для того, чтобы добровольная сдача в плен прошла безопасно. Мы видели, как в Российской Федерации расправляются с теми, кто либо добровольно сдается в плен, либо говорит что-то против России. Прекрасно понимаем, что россиян российских военных используют как пушечное мясо, но вот наши зрители, это зрители со всего мира, в том числе и с Российской Федерацией, вот можете ли вы сейчас в прямом эфире телеканала Freedom гарантировать потенциальным мобилизованным гражданам России, которые где-то там глубоко, тихо в голове хотят сдаться в плен, но боятся это делать в силу того, что информация может где-то просочиться, им еще хуже от этого будет. Можете ли вы гарантировать безопасность и засекреченность разговоров, данных и телефонных звонков? Да, абсолютно верно. Украина гарантирует полную безопасность всех разговоров и также переписок с потенциальными военнопленными Российской Федерации. И для того, чтобы обезопасить их в дальнейшем, после того, как они могут быть обменены на наших военнослужащих, мы их оформляем как тех, которые были взяты в плен во время боя. Таким образом, это гарантирует все социальные выплаты и все выплаты согласно закону Российской Федерации. Войдет в состоянии какой-то мониторинг или опрос, насколько это важно. Какой метод информирования о возможности и о способах сдачи в плен самый действенный и лучше доходит до российских военных? Методов много, но один из самых интересных и действенных — это сарафанное радио. Информация с момента старта проекта распространилась довольно быстро по территории Российской Федерации, и поэтому люди там уже знают про этот проект, они интересуются этим проектом, они обращаются к нам за дополнительной информацией по этому проекту, как проходит сдача, насколько это безопасно, что их ожидает после того, как их возьмут в плен, будет ли возможность у них вернуться назад домой в таком плане. А потенциальные мобилизованные, потому что в нашем эфире звучало мнение, что даже еще те, кого не мобилизовали, они также обращаются, находясь на территории Российской Федерации, находят способы связаться, говорят, вот меня еще не мобилизовали, но такая вероятность существует. Меня на самом деле очень впечатлили такие случаи, но насколько все-таки их можно назвать частыми? Такие случаи есть, это правда. К нам очень часто обращаются еще не мобилизированные люди, также обращаются и родственники еще не мобилизированных военнослужащих Российской Федерации. Это правда. Они руководствуются тем, что они не хотят принимать участие в этой войне против Украины, они считают, что это глупая война, что режим Путина неоправданно напал на Украину, и принимать участие и выполнять приказы террористического режима они не хотят. Поэтому они стараются найти варианты, как сохранить себе жизнь, ввиду того, что выехать с территории России у них нет возможности как таковой. То есть они как загнанные в угол, и когда они получат повестку, их в любом случае отправят на фронт, воевать против Украины, и таким образом они хотят себе сохранить жизнь. Виталий, сейчас очень много информации о том, что и на временно оккупированных территориях, речь идет о Крыме, о Донецкой, Луганской областях, частично оккупированной Херсонской, Запорожской области, также там идут мероприятия по так называемой мобилизации. По факту российские военные, коллаборанты на временно оккупированных территориях, они сталкивают лбами и делают все для того, чтобы украинцы воевали против украинцев. Скажите, пожалуйста, для жителей временно оккупированных территорий Украины на такой случай, есть ли механизм, либо он полностью аналогичен, как и жителями Российской Федерации? Он практически аналогичен. В любом случае необходимо обратиться на телефоны нашей горячей линии по проекту «Хочу жить», также обратиться в чат-бот «Хочу жить» и оставить всю необходимую информацию. И наше специальное подразделение уже обезопасит безопасный выход таких военнослужащих. А какой в целом процент обращения из временно оккупированных территорий людей, которые хотят сдаться в плен? Ну, по факту это же граждане нашей страны, которые осознают, что они не хотят воевать против Украины. Но мы знаем, что на временно оккупированных территориях происходит принудительная мобилизация. Там просто похищают людей, иногда даже на улицах просто. Ну, процент мы озвучить не можем в целях безопасности, но такие случаи есть. И Украина старается максимально обезопасить наших граждан, которые попадают в принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Скажите, пожалуйста, в свою очередь, механизмы гарантии вы уже озвучили, что они есть. Но вот общаясь с этими людьми, которые звонят, они проявляют страх, высказывают переживания. Ну, вот каким образом у вас получается вызвать к себе доверие, и это доверие, конечно же, оправдать? У нас бывали такие случаи, что когда к нам обращались молодые ребята с территории России, и взрослые, там люди 30+, у них были слезы на глазах. Они проявляли таким образом свое нежелание и непонимание их режима, зачем это все в 21 веке. И были такие случаи, когда люди говорили, что не то, что не хотим максимально за мир, но они заручники по-российски. Заложники ситуации. И они понимают, что в их стране свободы слова не существует, свободы выбора не существует. То есть, как режим сказал, так и надо делать. Но если они не хотят этого делать, то Украина как раз создала такой проект, как «Хочу жить», для того, чтобы такие люди смогли сохранить себе жизнь и вернуться к своим родным живыми и целыми. Информация о том, что российский военный самостоятельно сдался в плен, либо его взяли в плен, удалось взять в плен в результате деоккупации территории. Эта информация, она остается конфиденциальной, потому что мы же понимаем, что она также может потом влиять на отношения и на судьбу этого человека, когда он вернется в свою страну. Да, абсолютно верно. Все, что касается военнопленных Российской Федерации, эта информация засекречена в целях безопасности самих же военнопленных Российской Федерации. И я правильно понимаю, что 24 часа в сутки работает программа «Хочу жить», да? Да. Принято. Все, получили от вас самую важную информацию. Я надеюсь, что наши зрители, в том числе и потенциально мобилизованные, с ней ознакомились. Но, опять же, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, сайт «Хочу жить», он открыт, актуален и понятен абсолютно для всех. Вам, Виталий, огромное спасибо за то, что подключились к эфиру и за вашу работу. Я напомню, что Виталий Матвенко, спикер проекта «Хочу жить», был на прямой связи с нашей студией.